Как лечить горло в домашних условиях? Я вам дам 9 народных средств. Боль в горле – один из самых частых симптомов при воспалительных заболеваниях глотки и миндалин. Существует целый ряд домашних средств, которые снимают боль и устраняют воспалительный процесс, который зачастую является более действенным, чем традиционные лекарственные средства. Народная медицина предлагает множество доступных, безопасных, эффективных рецептов, проверенных многими поколениями. Итак, сода. Раствор соды способствует очищению от налета и смывает болезнетворные бактерии, тем самым вызывая облегчение. Щелочная среда, которая воссоздается при полоскании, подавляет дальнейшее развитие патогенных микроорганизмов. Раствор вместе с полчайными ложками соды добавляет столько же соли и 4 капли раствора йода на чашку воды. Полоскание проводить до 5 раз в день. Чрезмерное полоскание может вызвать сухость и воспаление слизистой глотки, которая и так воспалена. Имбир. Уникальный состав корня с высоким содержанием эфирных масел, антиоксидантов, минералов делает его эффективным средством против воспалительного процесса. Проварить тонко нарезанный корень в течение 10 минут, остудить и пить трижды в день, добавляя мед. Корица. Эфирные масла и фенольные соединения проявляют антисептические действия. Рекомендуется пить коричный чай, который заварится и чашки воды, и палочки корицы, которые следует прикипятить несколько минут. Такой чай можно добавить в мед и пить трижды в день. Шалфей. Растение содержит фенольные производные, которые имеют бактерицидные свойства. Кроме того, дубильные вещества, содержащиеся в растении, оказывают эффективное противоотечное воздействие, а эфирные масла прекрасно снимают боль. Настой готовят из чашки воды, двух чайных ложек листьев и одной чайной ложки соли. Затем отвар процеживают и используют для полоскания. Корень солодкий. Противовоспалительное и противовирусное воздействие растения хорошо снимает отек и раздражение слизистой горла, снимая воспаление и ускоряя регенерацию ткани. Две столовые ложки измельченного корня залить чашкой воды и подержать около часа на водяной бане пить по одной столовой ложке три раза в день. Ромашка. Уникальный состав ромашки позволяет не только снизить болевые ощущения, но и ингибировать воспалительные процессы, снять спазмы и оказывать седативные действия. Рекомендуется две чайные ложки ромашки залить кипятком и оставить на 10 минут и использовать для полоскания горла, а также в сочетании с медом и лимоном для внутреннего потребления. Гвоздика. Это традиционное китайское средство, которое уменьшает боль в горле и успокаивает боль. Такое действие специи объясняется ингенолом, входящим в его состав, который обладает успокаивающими антисептическими свойствами. Рекомендуется просто пожевать несколько гвоздичных бутонов, при этом происходит выделение вещества, которое блокирует боль в горле. Перекись водорода. Дезинфицирующие антисептические свойства перекиси водорода объясняются высвобождением кислорода при контакте слизистой. Гибель патогенных микроорганизмов приводит к снижению интоксикации организма и эффективной борьбе с инфекцией. Горло полощут раствором из чашки воды и пол чайной ложки пероксида водорода. После этого рекомендуется полоскать горло настоем шалфея или ромашки. И последний, девятый, яблочный уксус. Эффективное тоже средство рекомендуется полоскать раствором из одной чашки воды и одной чайной ложки уксуса. Обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом, мне ставьте лайк. Подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.